Всем привет! Меня зовут Айсилу и это канал Юнирус, канал, на котором вы изучаете русский язык. Задание 1. Слушайте и закончите диалог. Жаль. А завтра? Что будешь делать завтра? Завтра? Завтра я тоже буду много работать. А через неделю? Что ты будешь делать? Я буду смотреть балет в театре. А еще через неделю? Ой, я буду играть в волейбол. А через месяц? Что ты будешь делать через месяц? Ну, через месяц я буду замужем. Отлично, это очень интересное и смешное аудио, very funny аудио. So you can stop, listen one more time if you need, and complete this dialogue. Итак, you can see this interesting and very live dialogue, and some of the verbs that you put here, they are in the future. Let's look at the dialogue. Привет, Клаудия, привет, как дела? У меня нормально, а ты как? Да, всё хорошо. If you don't understand, watch my previous videos to learn these words and phrases. Что делаешь сегодня вечером? What are you doing today, tonight? Сегодня вечером. Сегодня занята. Занята means like I am busy for girls. If you remember, we also meet, I think, with you once in my previous videos, the masculine – занят. Занят, singular, feminine – занята. Буду в офисе. I will be in the office. В офисе – prepositional case, right? Жаль. What a pity. Жаль. А завтра? Tomorrow. Что будешь делать завтра? What are you doing tomorrow? Завтра. Завтра я тоже буду много работать. So I will work two again. А через неделю? And from one week? Что ты будешь делать? What will you do, да? I will watch ballet in the theatre. Я буду смотреть ballet в театре. Ещё через неделю? One more week after? Ой. Ой. Ой, we say like, when we want to say like, oops. Ой. Я буду играть в волейбол. I will play in the volleyball. А через месяц? And from one month? Что ты будешь делать через месяц? Ну, через месяц я буду замужем. Я буду замужем means I will be married. Я буду замужем. Pay attention that буду замужем we use only for feminine, okay? Not for masculine. And if you want to say like, I'm married, if that's a woman, she will say, я замужем. And for men, я женат. Я замужем, я женат. If you want to put negative form, we just say, я не замужем и я не женат. Задание два. Давайте слушать и читать диалог. I advise you first time just to listen without watching the dialogue and try maybe to, after first or the second listening, you can stop and try to retell what you have heard and then only to check the text. Давайте слушать. Здравствуй, сынок. Как ты? Мам, привет. Все хорошо. А у тебя? И у меня все хорошо. Я хотела спросить, что ты будешь делать через неделю? А что? У нас дома будут гости. Твоя тетя Сильвия и ее новый муж. Мам, через неделю? Да. Ой, я не могу. Я буду работать. Я буду в офисе весь день. Но это выходные. Да, мама, я знаю. Но сейчас дедлайн. Мы все много работаем. Утром я буду на встрече, потом я буду писать отчет, потом я буду на конференции, а потом вечером я буду в офисе. Очень жаль, но ничего. Мам, передавай привет тете. Пока. Пока, сынок. Итак, это диалог мама и сын. Мама и сын говорят. И как вы думаете, Джон, сын, он хочет навстречу, да? Он хочет к маме или нет? Like, does he really want to visit or no? Здравствуй, сынок. Как ты? Мам, привет. Все хорошо у тебя. У меня все хорошо. This part I think you understand really well. Я хотела спросить. I wanted to ask. Я хотела спросить, что ты будешь делать через неделю? Like, what will you do in a week? А что? What? Do you remember? I said this one we ask, like, when we want to say, like, what are you asking for? А что? А что? Хорошо. У нас дома будут гости. So, we will have guests at home. Твоя тетя Сильвия и ее новый муж. So, your aunt Sylvia and her new husband. Мам, через неделю? Like, mom, in a week? Да. Ой, я не могу. Like, I can't. Я буду работать. I will work. Я буду в офисе весь день. Like, all day. Да? Я буду в офисе. Но это выходные. But this is the, like, the weekends. Да, мама, я знаю. Но сейчас дедлайн. Мы все много работаем. We all work a lot. Утром я буду на встрече. Потом я буду писать отчет. Потом я буду на конференции. А потом вечером я буду в офисе. So, утром. You remember this. In the morning. I will be on a meeting. На встрече. На встрече. Потом я буду писать отчет. Писать отчет. Like, to write a report. To make a report. Потом я буду на конференции. I will be on a conference. Да? А потом. And then. Вечером. In the evening. I will be in the office. If you find this dialogue difficult. Again, check my previous videos. Because I explain you all these forms. Очень жаль. Like, very pity. What a pity. Но ничего. Well, we can't do anything, right? Но ничего. So, we can say, like, to react sometimes. Like, okay. Well. Ну, ничего. Мам. Передавай привет тете. Передавай привет means, like, say hi. Like, say hi to my aunt. Привет. Передавай привет тете. Пока. Пока, сынок. Отлично. И давайте сделаем тест номер три. Да? You can stop. Можете поставить паузу. И сделать тест. И потом проверять, контролировать со мной. Через неделю Джон будет гулять, думать, работать. Да? Утром Джон будет на ужине, на встрече, на стадионе, на встрече. Через неделю дома будут гости. Джон работает в офисе, в баре, в квартире, в офисе. Джон будет писать письмо, отчет, роман. Отчет. Отчет. Отлично. И вы имеете ввиду zmальд available и в the future tense. Это очень много путевχु кварлавов. Ути고요 аhearted. Четку, как я выбрала и черр Wineii под прошлого. Нож Imá is капиталу. Отлично. и умер. Увиду, преод as ז 42 гуля быстрande просьба. И довольיו у discussing движение н gemaakt. that we have here the present. When we want to make the past, we add л-ла-ли-ло. Check my video before. And in the future, it's very simple to do, because we use the verb to be, plus infinitive. Я буду работать. Ты будешь работать. Он, она будет работать. Мы будем работать. Вы будете работать, и они будут работать. Завтра я буду работать в кафе. Например, да? And also you can find the full grammar, PDF file. You can download it and repeat here. And you can see the future. It's super, super easy in Russian. Задание 4. Пауза. Вы делаете паузу. Вы ставите видео на паузу. So you, like, stop the video, complete this exercise, and then we'll check it together. Итак, давайте смотреть. Я буду работать в понедельник. Сегодня вторник. So it's a Tuesday today. Вечером мои друзья. Мои друзья – это они. Они будут играть в футбол на стадионе. Три. Кто будет смотреть новый фильм в субботу? So who will watch the new film on Saturday? Pay attention to that. Кто, which means who, usually we put always in the third singular form. Он, она. Будет, да? Где вы будете обедать? Дома. Мы будем обедать дома. Like, where will you have lunch? We will have lunch. Дома. At home. В воскресенье Мориц и Мартина будут гулять в парке. So on Sunday Мориц и Мартина will walk in the park. Шесть. Ирина не будет слушать этот концерт. Она уже слушала его неделю назад. So Irina will not listen to this concert. She has already listened to it one week ago. Неделю назад. Семь. Мы не будем покупать эту шубу. Она очень дорогая. So we will not buy this fur coat. It's very expensive. Через месяц. Через месяц мой босс будет отдыхать в Швейцарии. А я буду работать. In a month, my boss will have rest in Switzerland and I will work. Девять. Сейчас друзья работают, а вечером они будут в баре пить пиво. So now the friends are working. But in the evening they will be in the bar to drink a beer. Тетя и дядя будут у нас дома в четверг. So the aunt and the uncle will be at our home on Thursday. Четверг. You have seen a lot of days of week. Let's learn them. Да? Смотрите. Days of week here. Понедельник. So remember, in Russia we start from the first day from Monday. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Don't forget to repeat with me. Okay? So this is the question, что? What? And days of week. But когда, the question, when, we change a little bit. It will be in acquisitive case or you just can remember just like this. Когда? В понедельник. But we actually pronounce it like one word and this В is pronounced like Ф. В понедельник. Во вторник. So here we have Ва, because for phonetic reasons it's easier to pronounce. Because В-В-Вторник, this is not comfortable. You can see here В-Т again. That's why we add sometimes О. Во вторник. Среду. В среду. В четверг. В четверг. В пятницу. В пятницу. В суботу. В суботу. В воскресенье. So you can see that we pronounce this В like together, like one word. В понедельник. Во вторник. В среду. В четверг. В пятницу. В суботу. В воскресенье. I also want to remind you that I have a very useful video with practice for you, with listening exercises here. So you can see the video that is called Days of Week in Russian. And you can like watch it, do exercises. We can see very interesting exercise, listening exercise. So watch this video too. Share with your friends. And you can find it here. It's like this. Days of the week. Окей? Давайте продолжать. Задание пять. Смотрите в таблицу. Look at the table. И закончите предложение. And finish sentences. Итак, давайте смотреть вместе. Номер один. Фил, ты завтра будешь работать? Конечно нет. Завтра же субота. So, Фил, will you work tomorrow? Конечно нет. Not, of course. Завтра же субота. So, this part, же, we use when we want to emphasize, to make stronger something. Завтра же субота. Ты же инженер. Ты же учитель. Right? Tomorrow is Saturday. Nobody works on Saturday. Или нет? Номер два. Как я не люблю понедельник. Первый день. Очень тяжело работать. Like, how I hate Mondays. First day is very hard to work. А вы? Вы любите понедельники? Я? Да. Сегодня понедельник. И да. Это тяжело работать. Я думаю, да. Три. Сегодня вторник. А завтра среда. So, today is a Tuesday. Tomorrow is Wednesday. Четыре. Вчера была пятница, а послезавтра будет понедельник. So, yesterday it was Friday. The day after tomorrow. После завтра will be Monday. После завтра будет понедельник. Пять. В субботу и в воскресенье мы отдыхали на даче. So, on Saturday and on Sunday we had rest on dacha. Мы отдыхали на даче. Отлично. Номер шесть. Какой это день? Which day is it? Ставьте нужные слова. Итак, номер один. Let's start from this part first. Сегодня. Сегодня means today. Вчера is yesterday. Позавчера – the day after yesterday. Завтра – tomorrow. Послезавтра – the day after tomorrow. Да? И смотрите. Вчера – воскресенье. Сегодня – понедельник. Позавчера – это суббота. И завтра – вторник. Послезавтра – среда. So, while doing this exercise, don't forget also to repeat after me to improve your pronunciation. Два. Итак, вчера – пятница. Позавчера у нас позавчера – четверг. Сегодня – суббота. Завтра – воскресенье. Воскресенье. Завтра – воскресенье. Отлично. Послезавтра – понедельник. Супер. Правильно. Так. Три. У нас завтра – четверг. Послезавтра – пятница. Сегодня у нас среда. Вчера – это вторник. Так. Технические проблемы. Позавчера – понедельник. Позавчера – понедельник. Вот результат. Четыре. Так. Сегодня среда. Завтра – четверг. Послезавтра – пятница. Понедельник. Опа. Понедельник – это позавчера. И вчера – это вторник. Вот результат. И номер пять. Позавчера – суббота. Значит, вчера – воскресенье. Сегодня – понедельник. Завтра у нас вторник. Послезавтра – среда. Здорово. Отлично. Задание семь. Напишите словами. So, like, type the days of the week. You can stop as usual and put the right answers. Давайте смотреть. Сегодня – вторник, а вчера был понедельник. Pay attention to the verb to be. In the past, we also use according to the noun. Понедельник – masculine. That's why – был. Позавчера была пятница. Because пятница is feminine. Завтра будет понедельник. Tomorrow will be Monday. Послезавтра будет суббота, а сегодня – четверг. Вчера было воскресенье, а сегодня – понедельник. Завтра будет среда, а позавчера было воскресенье. Здорово. Молодцы. Давайте посмотрим на задание восемь. Слушайте аудио и закончите текст. Хорошо? Давайте слушать аудио. Привет. Меня зовут Сьюзен. Я француженка, но сейчас я живу в Бельгии. Я работаю здесь. Я архитектор. Я очень пунктуальная. Я всегда знаю, что я буду делать завтра, послезавтра и даже через месяц. Это очень хорошо. Например, в понедельник утром я буду завтракать дома, а потом буду работать в бюро. В 14 часов у меня будет встреча в офисе. Мой клиент будет смотреть новый проект. Во вторник днем в 15 часов 35 минут я буду встречать подругу на вокзале. Она из Парижа. Она будет здесь только один день. В среду днем я буду работать, а вечером я буду слушать в клубе джазовый концерт. В четверг утром я не буду на работе. Я буду дома спать. А вечером я буду смотреть новый дом в центре. Я хочу купить его. В пятницу, в субботу и в воскресенье я буду на море в Италии. Там живет моя мама. На море я буду отдыхать. Мне нравится планировать мою жизнь. Отлично. Это типичный день и типичная неделя сьюзан. Слушайте еще раз и закончите предложение. Итак, вы видите правильный вариант. Давайте смотреть. Это очень интересный текст. На базе этого текста, на основе этого текста вы можете писать, как вы планируете вашу жизнь. So you can write how you plan your life. You can write some similar text about yourself. It will be nice if you send here in the comments and I can check it for you. Давайте посмотрим. Привет, меня зовут Сьюзан. Я француженка. I'm a French, feminine. Но сейчас я живу в Бельгии. Я буду... Я работаю здесь. So I work here. Я архитектор. Я очень пунктуальная. I'm very punctual. Like always arriving time. Я всегда знаю, что я буду делать завтра, послезавтра и даже через месяц. Like I know always what I will do tomorrow, the day after tomorrow, and even, даже, даже, even in a month. Это очень хорошо. Например, for example, в понедельник утром я буду завтракать дома. So in a Monday morning I will have breakfast at home and then I will work in the bureau. В 14 часов у меня будет встреча в офисе. So in that time I will have the meeting in the office. Мой клиент будет смотреть новый проект. My client will watch a new project. Во вторник днём, on Tuesday afternoon, в 15 часов 35 минут я буду встречать подругу на вокзале. On Tuesday afternoon at that time I will meet my friend. Встречать подругу на station. Она из Парижа. So she is from Paris. Она будет здесь только один день. So she will be here just one day. В среду днём я буду работать. So on Wednesday afternoon I will work. А вечером я буду слушать в клубе джазовый концерт. In the evening I will listen in the club. Jazz concert. В четверг утром я не буду на работе. On Thursday morning I will not be at work. Я буду дома спать. I will sleep at home. А вечером я буду смотреть новый дом в центре. In the evening I will watch new house in the centre. Я хочу купить его. I want to buy it. В пятницу, в субботы и в воскресенье я буду на море в Италии. So on Friday, Saturday, Sunday I will be in the sea in Italy. Там живёт моя мама. My mom lives there. На море я буду отдыхать. I will have rest in the sea. Мне нравится планировать мою жизнь. I like planning my life. Отлично. Let me know if you need like translation or you understand and you need just some words to explain you because I don't know what you prefer. And we also have seen with you a lot of phrases when we speak about time. Давайте посмотрим, что. Секунда, минута, час, день, неделя, месяц, год, век. And when the question когда if we want to speak about past like a second ago, minute ago, one hour ago and etc. we use a go назад which also means like back. And we change the word into accusative. Секунду назад Минуту назад Час назад День назад Неделю назад Месяц назад Год назад Век назад Супер Через When we speak about future like in a week in a day in a minute Через секунду Через секунду Через minuto Через час Через день Через неделю Через месяц Через год Через век Здорово Задание девять Последнее задание Сегодня Через или назад Останавливаем Стоп this video Print and then let's check Итак, давайте смотреть Здесь минуту назад Because we speak here Because we speak here about the past Where are my documents They play here One minute ago Минуту назад На столе On the table Алло, мама Я дома Когда ты будешь? Я буду через час Then one hour Год назад Я работал в кафе Сейчас работаю В школе We speak about past That's what we use Назад Век назад Не было метро There was no underground One century ago Через неделю Моя сестра Будет отдыхать На море So Within One week In a week Моя сестра Будет отдыхать На море Так Неделю назад Жаклин купила Again We speak about past Семь Через год Будет новый год It's like In one year That will be a new year Через месяц Ирина Будет замужем Again We speak about future Because we have будет Час назад Ольга еще работала Сейчас она дома Again About past И десять День назад Мартин встретил Карину И уже ее любят Again Like We have here The past Like a day ago Мартин Meet Карина And he Loves her Already Отлично Это все на сегодня Не забудьте Поставить Like Don't forget to put like To subscribe to my channel Write the questions Don't forget to check The description box And do a video That I have shown you before Спасибо вам большое Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok